Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием My Summer Car. Сегодня мы попытаемся всё-таки покататься с зелёным мужиком. Очень давно я хотел, и не только я, конечно же, некоторые из вас хотели, чтобы я это сделал. И сегодня мы, наконец-то, эту мечту, так сказать, реализуем. А дальше уже пойдём выполнять ачивки и также попробуем выиграть гонку, хотя бы занять третье место. Напоминаю, может, кто в первый раз смотрит именно с этой серии, что мы собираемся выполнить абсолютно все ачивки, точнее, их заработать. Так что нам есть чем заняться в игре. Итак, давайте возьмём, наверное, нашу машину. План такой, короче. Мы берём нашу тачку, набираем еды с собой, немножко пивка, наверное, тоже, и попробуем догнать зелёного мужика, как-нибудь его подрезать или даже не подрезать, а, может быть, перегнать как-то его, потом выйти из нашей тачки, то есть съехать с дороги, выйти быстро из нашей тачки и попробовать тормознуть мужика. Он же не остановится, если я его как-нибудь подрежу, скорее всего. Так что да, как-нибудь нужно попробовать его, в общем, остановить. Ну и потом мы прокатимся с этим зелёным мужиком и посмотрим, куда он нас довезёт. Ну, точнее, я знаю, определённый маршрут у него есть, я знаю, куда он довезёт нас, но посмотрим в целости и сохранности, или он нас довезёт, или мы где-нибудь вместе с ним разобьёмся. Вроде как ему даже можно как-то мешать, обзывать его и так далее, и он, типа, будет вести себя чуть хуже на дороге, не смотреть на дорогу и так далее, пытаться нам что-то ответить. Я не знаю, может, это только слух, мы сегодня это с вами проверим. Ну и потом мы загрузимся с этого сейва, потому что он, чёрт, куда нас наверняка привезёт, и я хочу потом искать нашу тачку, где мы её оставили. Так что да, просто ради интереса сегодня мы покатаемся с зелёным мужиком. Так, ну чё, давайте заводить нашу малышку, и поедем мы, наверное, в Лопе. Там не часто встречался этот зелёный мужик. Я не знаю, по какому принципу он спавнится, но, скорее всего, он заспавнится, если он в дерево куда-нибудь не впилился. О, кстати, звоночек. Давайте ответим. Нам нужны вызовы как можно больше. Ну, хотя сейчас смысла нету, всё равно я загружусь потом с сейва. Да, это вызов, кстати. Так что, да, отвечать на звонки сейчас смысла не имеет. Так, залезаем в нашу точку. Ну и поехали, друзья. А, погодите. Я же забыл пивчанскому взять. Давайте немножко пивка возьмём. Будем бухать, короче, у зелёного мужика в машине. Я-то всё равно не буду уже за рулём. А он и так бухает. Ему норм. Так, дальше, что мы ещё с собой возьмём? Может, кувалду взять на всякий случай. Мало ли, там какие-нибудь разборки будут. Но нет, скорее всего, ничего такого не будет. Так, и у нас где-то была еда. Из грузовика я всё достал. Только в холодильнике, похоже, осталась у нас еда. Так что, давайте возьмём... Ну, сосиски какие-нибудь. И этого, наверное, хватит. А, сосисок у нас и нет. Тогда макарошки берём. Так, поставим пока что сюда временно. Забираем. Загружаем. И поехали, друзья. Всё, можно стартовать. Может, фонарик ещё взять? Блин, я не знаю. Я в своём репертуаре постоянно какие-то сомнения. Может, то взять, может, это. Может, не стоит. И так далее. Раздумья бесконечно. Так что, нет, забьём, короче. Так. Ну что, погнали? Погнали, друзья. Включаем заднюю. Выезжаем. Разворачиваемся. Первая. Так. Отлично. Блин, какой же кайф получаешь, катаясь на нашей тачке. Так, врубаем вторую. И погнали, друзья. Здесь он нам точно не встретится, этот зелёный мужик. Главное, с ним не столкнуться. Но я думаю, я смогу вырулить. Всё, друзья, поворот в лопе. Здесь мы немножко притормозим. Завернём сейчас профессионально. Ну, как сказать, профессионально. Относительно. Всё в этом мире относительно. Так, давайте третью передачу. Посмотрим заодно, Иваныч на месте или нет. Нужно будет свозить к нему дрова. Кстати, многие говорили, что если выгрузить дрова вообще в любом месте, они всё равно заспавнятся у Иваныча. Так что нужно эту теорию проверить. То есть мы можем вообще возле дома выгрузить дрова, они появятся у Михалыча и, например, на нашей тачке заехать к нему уже. За деньгами. Но его что-то нет. А, сегодня воскресенье. Да? У него же выходной или что? Или он нам не позвонил? Так что не знаю. Значит, повременим с этим. Но денег нужно немножко подзаработать. Вот в чем проблема, потому что у нас маловато. Еда постепенно, опять же, заканчивается. Хотя я там макаронок накупил. Макароны уже даже кончаются. Сосиски уже вообще кончились. Так, ну едем. Пока что не видно зелёного мужика. Не знаю, сможем мы его встретить вообще или не сможем. Ну, в общем, доедем до Лопи тогда и повернём налево. Там тоже он частенько катался. Блин, не знаю. Если бы я знал, как он спавнится. Каков принцип его спавна, где он спавнится. Или он просто катает кругами. Не знаю. Сомневаюсь я, на самом деле. Мне кажется, он спавнится именно тогда, когда я куда-то еду. Потому что он постоянно мне попадается. Неужели это совпадение? Ну вот сейчас что-то не попался. Мы уже в Лопе с вами приехали. Блин, как же быстро на нашей тачке мы приехали. Можно здесь подождать немножко. Помню, я тут ошивался. И он мимо обычно проезжает. Но, похоже, это не тот случай. Давайте до города доедем. Я не знаю. Попробуем. Потом развернёмся и обратно поедем. Либо можно загрузиться с сейва и выбрать другой путь на этот раз. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, съехал немножко. Вырулил. Отлично. Так, друзья, похоже, я его встретил. Ну и, как вы видите, встреча у нас прошла не очень дружелюбно. Так, я заглох, да? Блин, я успел вовремя включить запись. Так, ладно, заводимся. Нормально, завелись. Газку. Выезжаем отсюда. Так, куда он слетел? Вот в чём вопрос. Он дальше поехал? Так, давайте выезжаем на дорогу, захлопываем дверь. Так, едем. Я его пока что не вижу. Неужели он и... А, вот он, вот он, вот он. Так, отлично, друзья. Идём на обгон. Он, кстати, притормозил на этот раз. Очухался, что ли? Так, идём на обгон. Давайте куда-нибудь сюда встанем. Вот на горочку как раз, нормально. Пока он будет забираться на эту горочку. Вот здесь вот тормознём. Так, глушимся. Давайте ручник, наверное, включим. Случайно заднюю зачем-то включил. Так, и чё у меня там было... Какая кнопка была назначена на вытягивание пальца? Быстрее, вытягивай. На Н, что ли? Блин, твою мать. На Аш. Нет, на Аш бить. На Л, на П. Нет, на О. На О. Всё, нормально. Вовремя я успел. Мужик, тормози, тормози, тормози. Подвези, друг. Как дела? Как дела, дружище? Погоди, погоди. Я сейчас свои манатки возьму и поедем с тобой. Ну, наконец-то мы с тобой познакомимся. Как тебя хоть звать, Дрищ? Блин, он реально Дрищ почему-то. Такая моделька у него странная. Так, берём еду. Надеюсь, он будет стоять. И я уже пить сильно захотел. Так, стой, стой, стой. Вот, еда. Так, надо бахнуть. Бахнуть. С помощью второй левой руки. Открываем дверку. Ну, извини, что я тебе помял немножко машину. Но тебе не привыкать. Ты всё равно куда-нибудь доврезался бы. Так, всё, захлопываем дверь. Усаживаемся на пассажирском месте. Классная у тебя тачка. Во. Твою ухо почешу. Ну, что, погнали? Или палец надо убрать? Так, погоди. Убираем палец. Да, убираем палец. И он тут же начинает движение. Блин, ну слушай, салончик у тебя, конечно, не очень. Какой-то пластмассовый руль. Тачка говно, конечно. Моя лучше. Но просто я решил с тобой познакомиться как-то. Покататься автостопом. Я тебе стекло, что ли, выбил, похоже. Похоже на то. Крутые у тебя очки. Как хорошо, когда кто-то другой водит. Смотрите, мы можем высунуться в окно, как собачки, знаете. Некоторые делают. Высунуть язык. И балдеть. Кайф. Была бы у тебя музыка еще, мужик. Но с такой-то тачкой, да. Не мудрено. Не иметь даже магнитола. Так, давайте бахнем пивка. Ты же не против? Ты же все равно и куришь, и пьешь. Так что я думаю, у тебя в тачке можно делать все, что угодно, мужик. Давайте еще хапнем. О, смотрите, как закинул бутылочку. По-моему, я ему все стекла выбил. Или у него вообще стекол нет? О, замечательно. Я, по-моему, даже погнул что-то у него. Так, ну давайте попробуем ему факт показать. Или что-то типа того. Пока он ведет себя достаточно уверенно. На дороге, смотрите, не съезжает. Так. Что мы можем ему показать? Курва. Курва, понял? Так. Он поднажал. Он молчит. Он молчит, терпит наше обзывательство. Но он что-то газанул немножко. Блин, какой-то ты странный мужик. Но что-то мне уже страшно немножко. Ветер дует в лицо. Ё-моё, ты бы хоть чуть-чуть притормозил. Чувак, ты сейчас слетишь. Я тебя уверяю. Смотри, ты уже теряешь управление. Мужик, успокойся. Тихо-тихо-тихо. Как тебе класс показать? Твою мать, не успел. Хотел ему палец показать. Ну вот и приехали, друзья. Вот такие вот покатушки. Неужели из-за того, что я ему средний палец показал и обозвал, он действительно газу поддал? Даже не ответив ничего, кстати говоря. Но мне понравилось кататься. Давайте еще раз прокатимся. Но на этот раз мы не будем показывать ему средний палец. Не будем нагнетать обстановку, так сказать. Так, давайте еще пивка возьмем. Так, ну все то же самое проделаем. Я теперь приблизительно знаю, где он заспавнится. Так что осталось доехать до Лопи снова. Так, что я еще там грузил в еду? Да, ну еда пригодится. Это точно. Хоть и в этот раз мне не пригодилось. Поездка оказалась довольно короткой. Но разогнался он дико, конечно. А почему он тогда сам иногда разгоняется? Когда я даже у него в салоне не сижу, он сам иногда бешено себя ведет. Может все-таки это не зависит от обзывательства, от среднего пальца. Так, все, мы усаживаемся и поехали опять к нему. Надеюсь, на этот раз я с ним лоб в лоб не столкнусь. А то в первый раз я столкнулся немножко, но бачком нормально смог вырулись. Кстати, перманентную смерть теперь придется не выключать. Так, что-то не очень. На самом деле повернул я. Так, но ничего страшного. Мы можем отсюда выехать. Разворачиваемся. Так вот, перманентную смерть пока что придется не выключать, для того, чтобы мы смогли выполнить некоторые ачивки, а точнее их заработать. Так что наверняка будет опять очередная нервотрепка с этими сейвами. Придется постоянно перетаскивать. Но это того стоит. Зато мы получим с вами все, я надеюсь, по крайней мере на это, получим все ачивочки. Так, заворачиваем. Но ничего, на машину сейчас насрать, потому что в любом случае мы будем загружаться. Так что я веду себя развязанно, так сказать. Так, теперь можно поднажать. Доезжаем до самого Лоппи. И там уже поворачиваем налево. Встретится зеленый мужик. Давайте назовем его Леня. Ленька. Ленька-гонщик. Ленька-зеленый гонщик или как-то так. Я уже с ним подружился, мне кажется. Немножко его обозвал, но это бывает со старыми приятелями. Мне уже кажется, что мы с ним знакомы тысячу лет. Так что сейчас прокатимся, не будем дерзить на этот раз. Просто будем сидеть и наслаждаться поездочкой. Посмотрим, сам он увеличит скорость или нет. Ну, по идее, он сейчас здесь заспавнится. Или, по крайней мере, будет здесь проезжать. Примерно столько же времени я потратил, чтобы доехать сюда. Где-то он на горочке, по-моему, ехал, что я его не увидел изначально и столкнулся. Возможно, вот здесь вот. Так, давайте съедем сразу заранее. Чуть по правой стороне. Так, и что-то его нету. Видимо, я еще немного проехал. Ладно, давайте проедемся. Так, за бугорком я его не вижу. Затем. Может, на этот раз он в другом месте все-таки заспавнится. Разобраться бы, как работает этот спавнер. Я уже не раз повторяю. Ну, на самом деле, настрать. Мы только сегодня покатаемся с этим зеленым мужиком. Но сомневаюсь, что потом в дальнейшем он нам пригодится, только если что-то совсем плохое случится. И загрузиться с сейва никак нельзя будет. Но вряд ли такое уже случится. Хотя, все может быть. Игра генерирует случайные события, можно так сказать. Так, может, здесь я его встретил где-то? Нет, чего-то пока нету и нету. Может, я на этот раз побыстрее доехал сюда? Особо не отвлекался. Хотя я там съехал с дороги один разок. Или вот здесь вот. Так, давайте здесь съедем. Ну, мужик, выезжай. Сколько можно? Нет. Его смотреть вообще нигде не видно. Странно. Ладно, давайте доедем до самого города. Да, друзья, на этот раз его здесь нету. Тут два варианта. Либо он заспавнился в другом месте. Либо он улетел куда-то в кювет и где-то валяется сейчас в деревьях. А я его даже не заметил и не помог старому-то другу. Так что не знаю... А, что, дверь открылась? Она, наверное, была постоянно открытой. Ну, я не заметил. Ладно, не важно. Да, чего-то его нету. Ну, обидно на самом деле. Не хочется сейчас опять ехать. Загружаться. Ну, ладно, в принципе, один раз мы с ним покатались. Это меня тоже устроит. Давайте теперь копов попробуем найти. Хоть раз. Сильно гнать не будем тогда. Мне показалось, там что-то валяется. Это всего лишь тень. Сейчас буду смотреть внимательно по сторонам и посмотрим, найду я копов или нет. Они вроде как всегда останавливают, так что тормозну. Если что. А может, погоним, не знаю. По ситуации, в общем. Посмотрим, что выйдет. Давайте, наверное, сразу четвертую передачу сейчас включим. Ускоримся немного. И на четвертой будем приблизительно соточку, 120 ехать. Это оптимальная скорость для асфальта, наверное. Даже 140 может. Чтобы я успел вырулить в случае резкого поворота. Хотя резких поворотов здесь и не бывает особо. Только если съезд в город, точнее. Что-то трафика смотреть не особо. Так, ну вот так вот как-нибудь будем ехать. И пока что копов никаких нету. Давайте объедем, но с другой стороны посмотрим. Так, вот уже трафик пошел. Сзади главное, чтобы этот петушиный беспилотный автомобиль не въехал. И будет все отлично. Так, а вот у петушки, друзья. Давайте съедем, наверное, на другую полосу. Козлы. Ну, точнее, не козлы, а козел этот беспилотный автомобиль. Потому что внутри, как мы уже с вами проверили, никого абсолютно нет. Но главное, мы пропустили его, все. Вроде как он не сможет, наверное... Вот, кстати, смотрите, ехал почему-то. Чем он руководствуется? Вроде как он не сможет сделать еще одну петлю и сзади нас опять прибить. И копов пока что нет, друзья. Я все еду и еду, а копов нет и нет. Не знаю, где они вообще. Почему они мне ни разу не встретились? Что за дела? Камни, да камни сплошные. Вот уже съезд этот. Итак, друзья, я сделал крюк, копов все нет и нет. Я не знаю, где они. Че за дела? Я ни разу в игре не встретил копов. Может, они типа по воскресеньям не работают? Блин, такая ситуация получается. Я ловлю копов, а не копы меня. Хотя все должно быть ровно наоборот. Так что, экспертные, эксперты. Прошу помощи. Напишите, что за дела такие. В комментариях, пожалуйста. Может, действительно они по выходным не стоят здесь или что? Или у меня спаунер сломался или типа того? Почему их нету? Так, или вон они. Так, вон синенький человечек, по-моему. Или, мне кажется, уже рябит все в глазах. Давайте сбросим скорость. Так, передачу тоже нужно понизить. Так, давайте на второй передачи проедем. Да, по-моему, вот они. Ну, наконец-то я их встретил. Он, кстати, у меня остановится. А, погодите, еще нужно проехать. Да, это только один. Тут их полно. Сейчас посмотрим, что он нам покажет. Остановится или нет. Едем. Можно вроде как его задавить. Блин, смотрите, много народу. Че? Че показываешь? Так, остановиться показал. Ладно, давайте тормознем. Тормознул я. Э! Ну, просто класс. Куда ты поехал-то? Ты меня ловить поехал или что? Может, надо было сразу остановиться? Скорее всего. Так, ладно, давайте заглушимся. Пойдем узнаем, че за дела. Эй, ребят, че за дела? Да, похоже, надо было сразу остановиться или что? Куда он поехал? Он помял мне тачку. Слышь? Ты. Мохнатый. Объясняй, давай. Че за дела? Я сейчас вашу тачку возьму. Интересно, кстати, к ним можно в тачку залезть? Здорово, ребят. Как дела? Как работается? Вижу, не очень. Это что за красный круг? У вас мигалки-то хоть работают? Горе полицейские. Это, смотрите, уставился куда? На ширинку своего друга? Воркуйте, голубки. Так, че? Или нет? Все-таки... Все-таки все нормально. Так, предлагает мне пройти алкогольный тест. Я не понимаю, куда тот смылся-то, мужик? Я думал, он за мной погнал и поехал дальше. Или он решил просто проехаться или что? Так, ладно. Вот тебе алкогольный тест. Я не пил сегодня. Все нормально. И стоило меня таранить. Теперь давай скажи своему другу, чтобы деньги мне платил, возмещал ущерб, так сказать. Так, давайте сделаем, знаете как? Так, заведемся сейчас. Так, захлопаем дверь. Блин, заглох. Развернемся. Так, тут трафика особо никакого нет. Так, вот только тачка навстречу к нам едет. Тормознем здесь. Еще раз привет. Я хотел сказать тебе, что мне насрать на вас. Бухаю где хочу, понял? Кусок говна. На тебе. Интересно, он упадет сейчас. Да, действительно упал. Что смотришь? Ты следующий. Так, берем давайте ящик. Я вас всех тут разнесу. Будете знать, как мою тачку таранить. Смотрите, он ничего не делает. Он стоит, просто смотрит на меня. Лови. Может ты поймаешь? Давай лови. Эх ты. Кусок говна. Так, и эти уехали. А вы куда? Что, испугались? Так, вот. Да, четко по какие-то тюфяки. Я всех разогнал. Там еще осталось? Давайте к нему поедем. Так, аккуратно заезжаем. Надо было газу дать. Блин. Сейчас свалюсь. Или тачка заглохнет? Да нет. Смотрите, нормально, вырулил. Там, по-моему, еще один стоит. Давайте просто ради интереса попробуем его сбить. Кренам собачь. Может он к нам в салон пойдет. Будет у нас новый друг. Так, друзья. И вот что в итоге получилось. Че-то не того я ожидал, на самом деле. Он застрял, по-моему, в капоте у нас. Или типа того. И что-то нам показывает. Ты че зигуешь? Вытянуть мы его не сможем. Да, смотрите, просто застрял посреди капота. О, беспилотник проехал. Ну вот и все. Разобрались со всеми копами. Даже без какого-либо оружия. Основных закидали бутылками. Другие струсили и уехали просто. О, стекло, смотрите, мое. Ну и последнее мы впечатали просто в капот. Боже мой. Просто смотрите, он где-то в двигателе застрял. Мужик-то хоть живой? Сомневаюсь, что после такого можно выжить. Ладно, друзья. На этом мы тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.